Международный фестиваль «Золотая прадеска» сегодня проходит в Гомеле пятый раз. Эту название натормал не вопадково. У цироников всего света есть традиция давать таким мероприемством назвать «Кветок». В техническом плане конкурс цироников учится одним из самых скалданных. Юниоры и мастеры сегодня фестиваль прохожусь в Гомеле собрал около 500 удельников, которые споборничали в трех конкурсах циронного мастерства, декоративной косметики и нейл-дизайна. Творчую фантазию никто не обмяжу, главное продемонстрировать все свои здольности. Стимул для перемоги тем больше значен, что девушек, звичайно, чекают пропановые работы в престижных салонах и мягчимость сейчас стать стилистом, по сути, законодавцем моды. Сам по себе Гомель, гомельские мастера молодцы, они стремятся, юные дарования. У нас есть на кого равняться и есть те мастера, которые хотят идти в ногу с модой, добиваются всего этого. И честь, и хвала этой молодежи. От сферы бытового обслугования до индустрии прогожостя, заправленные сучастные цироники, теперь у все больше креативные мастеры. У денег и фестиваля золотая пролезка кажут, что на пиаредине не одну годину тренировались и на близких и родных, которые были не только моделями, а еще головными студиями и наткняльниками. Мастер по маникюре Ольга Матиль, мать и четырех детей, кажут, что отрымливают от их стольки радости, что хочется поделиться своими почутями с иншими. Мне нравится работать с людьми, нравится дарить им радость, нравится, когда у человека меняется настроение в лучшую сторону. В общем, ну и людей тоже успокаиваешь, даришь счастье. Фестиваль «Золотая пролезка» проходит под экидой Головного управления Ганглепасух Гомельского оборудования, сирот-организаторов Лига Творчей Молоди и Гомельская областная организация Белорусского союза «Жанчин». Хоть поделить присудных конкретно на организаторов и болельщиков довольно складано, а быяковых на этом фестивале у Вогули не было. Вресте такие работы убачиваешь нечасто, до речи, по словам самих худейников, то есть конкурсные прически могут триматься некакий день. Хоть для того, чтобы снова стать пригожим, ждать наступного фестиваля, не обовязково, новые салоны для «Жанчин», некоторые у денег конкурса, планируют открыть уже в ближайший час. В ветке тоже есть женщины, очень все красивые, поэтому, я думаю, будет это востребовано. Студия красоты, почему бы и нет, или студия даже макияжа, макияж для себя. Я бы очень хотела, чтобы у нас в городе была такая студия. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадо, компания «Гомель».